Город Брест со своей тысячелетней историей сегодня достаточно привлекателен для туристов. К нам едут семьями, по-одиночке, компаниями. Не каждый турист хочет жить в гостинице. Есть альтернатива – краткосрочный съем квартиры. Многие брещане готовы предоставить такую услугу, но здесь есть нюанс. Эта деятельность облагается налогом. Брещанка Светлана Баярская, понимая это, обратилась в налоговую инспекцию с вопросами. У меня в собственности есть квартира для того, чтобы сдавать ее по суткам. Надо регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или нет? Осуществлять деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания физическим лицам нет необходимости регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо, первое, главное, чтобы квартира была в собственности физического лица и сдавать эту квартиру необходимо только физическим лицам. Если договор будет составлен с юридическим лицом, здесь уже возникает обязанность регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с выбором любой системы налогообложения. А сколько суток максимум включает в себя понятие краткосрочный период для данного вида деятельности? Краткосрочность это подразумевает до 15 суток. Все, что выше 15 суток, уже считается предоставлением мест на более длительный период. Поэтому до 15 суток это сутки, двое, трое, пожалуйста, до 15 это считается краткосрочностью. Об уплате налога. Для осуществления деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя человеку следует встать на учет в налоговом органе. Также до начала оказания услуг уплатить единый налог. В Бресте его сумма составляет 100 рублей 5 копеек за одно помещение по одному договору. Следует учитывать и тот факт, что предоставлять места для краткосрочного проживания, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя, могут только белорусы с правом собственности на квартиру. Квартира в собственности моей. Сможет ли муж сдавать ее по суткам? Если квартира приобретена в общей собственности супругов и отсутствует брачный договор, который ограничивает право распоряжаться данным жилым имуществом, то супруг вправе точно так же предоставлять квартиру по краткосрочности, но обязательно с уплатой единого налога. Один из вопросов Светланы Боярской, есть ли отличия в осуществлении квартироздачи на сутки по заявительному принципу и в качестве ИП. Индивидуальные предприниматели при занятии деятельности краткосрочности, они вправе выбрать любую из трех систем налогообложения, которые действуют в Республике Беларусь. Это уплата единого налога, также в размере 100 рублей 5 копеек. Можно применить упрощенную систему налогообложения, уплачивать 5% в отваловой выручке, либо применить общую систему налогообложения, где ставка 16%, но здесь с дохода вычитаются расходы документально подтвержденные. Предусловно, у индивидуального предпринимателя есть свои обязанности. Это предоставляет соответствующую отчетность в соответствующие периоды и принимать наличные денежные средства по бланкам строгой отчетности. До сегодняшнего дня было очень много сомнений, как мне лучше все-таки сдать квартиру на сутки, регистрировать СИП или как физлицо. Но спасибо Инне Николаевне, она развеяла все мои сомнения. Я получила очень грамотную консультацию, мне все стало четко, ясно и понятно. По полочкам? Да, разложила по полочкам. И я поняла, что проще сдать как физическое лицо и жить себе спокойно, заплатив налог. Неважно, есть у человека в собственности квартира или здание, в любом случае за имеющуюся недвижимость он платит налог. Если же капитальное строение, сооружение и его часть сдаются, то в этом случае законодатель разделил степень ответственности между владельцем и арендатором. Все зависит от того, как оформлен последний. В случае, если физическое лицо передает собственное капитальное строение в аренду организации, то статус плательщика налога на недвижимость переходит к этой организации. Это означает, что в такой ситуации физическое лицо не уплачивает налог на недвижимость. Эта обязанность возникает у организации-арендатора, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором имущество передано ей в аренду. К примеру, если имущество передано для использования организации в феврале, декларацию по налогу на недвижимость организации следует подать не позднее 20 июня, а уплатить налог не позднее 22 числа этого же месяца. Следует обратить внимание на то, что физическому лицу-арендодателю и организации-арендатору необходимо предоставить в налоговый орган по месту постановки на учет копии акта приемки передачи с приложением договора аренды в течение 30 дней с момента составления документа. В ситуации, когда физическое лицо, являющееся собственником помещения, передает его в аренду индивидуальному предпринимателю, статус плательщика налога на недвижимость к индивидуальному предпринимателю не переходит. То есть налог в данной ситуации уплачивает физическое лицо собственник. Иногда индивидуальный предприниматель-арендатор передает объект аренды в субаренду юридическому лицу. В такой ситуации плательщикам налога на недвижимость также признается физическое лицо – собственник капитального строения.